Мы вызвали эксперта по Мерседесам, чтобы услышать его мнение. Что он скажет об этом самородке? Ааа, гелий! Мотор, как у меня на 123-м, был, это и декрониковское говно, ну ладно. Капот открой. А карбюратор где? Здесь нету карбюратора. Пойдем, как она нахуй нужна, блядь? Посмотрим, давай сейчас, этот, искра на свечах, если есть, то будем уже оживлять каешку. Ой, какой кошмар. А каешка это что? Каеджитроник. Если кто-нибудь слышал или связывался с ним, вы меня понимаете. Вот эта вот штука, которая переливает, заливает, обливает и превращает свечи вот в такое вот состояние. Короче, готовьтесь к геморрое с утра, если вы купили каеджитроник. Спасибо, Гуф. Сейчас. О, Саня, блядь! Стоп, стоп. Все, проссался, подошел. Так все, больше, больше, льешь. Давай, давай. Прям в морду. Матима, чуть не убила, Саня. Давай, давай. И да, что у нас здесь произошло из последнего? Гелик все-таки завелся. Но все равно еще работает немного некорректно. Нужно выставить на электрогидравлическом клапане дифференциального давления нужные обороты. Это ты все правильно сказал? Чтоб ты понимал, я открыл интернет и вызубрил всю работу каеджитроника. Вот да да я. Я теперь понимаю полностью, как работает эта система и понял, что это полный шлак. Если мы сейчас с ней проблему не решим в течение полутора часа, я просто поеду на рынок, куплю карбюратор озона, мы его сюда поставим. И что бы вы там мне не говорили, это будет лучше. Есть такая штука, называется терпение. Нахрен. Не может нормальной быть система, на которую потрачены 15 косарей, 15 тысяч времени. Ой. Короче, ну вы поняли. Мы сейчас вот это откручиваем, выкидываем это отсюда нахрен и ставим сюда карбюратор. Все. И все к херам. Короче, гори это в аду, эта система. Вот он. Урод. Эй, на медузу-горгону похож, посмотри. Теперь наш гелик не похож на медузу-горгону. Все настроили его уже? Его настроили? Смотри. Вадим. Просто смотри. Идеально. Идеально. 15 минут потребовалось человеку, чтобы разобраться, что не так с этим автомобилем. А что с ним было не так? Ничего. Моноточком постучал по форсункам зацарившимся. И все. Пацаны. По поводу поздравлений. О. Ну на, блядь, братан. Будет пострелить, подожди. Расходимся. Братан. Вадим. У-у-у. А теперь дружно взяли метлы и убираем. Так, где-то здесь, да? А, я вспомнил, это, короче, 80-ка, она в Рапторе. Блин, Каеджи Троник. Что Каеджи Троник? Не Каеджи Троник. А, ну страшные какие-то слова, я уже это слышал от тебя. Да, это действительно страшные. Как странно это выглядит, что открылись ворота, а там еще одни ворота. Пускного сосет? Да, пускного коленка. Она троит, да, или что? Она не троит, она плохо запускается. Это Каеджи Троник, это такая дрочь, честно говоря. Ну, кстати, настроен. А, поверил, ну и бредятина. Мы настроим плохо. Да, да. Я вот об этом говорю, что настроить Каеджи Троник невозможно. Она немножечко так, литров так, ну, 13-14 жрет, то есть, ну, где-то так. Надеюсь, вы будете довольны. А Вадим жив. Спасибо. Вадим, я правда очень тебя люблю и обожаю, но там, там Каеджи Троник, но с ним все в порядке, тебе, честное слово. Твою мать! Он нормальный! Он прям работает ровно, я, сто процентов. Так, сделай вставки. Сегодня нас еще ожидает, где-нибудь Каеджи Троник или нет? Меня-то точно ожидает, потому что после этого я поеду на съемки нашего ролика. Я буду делать, сука, Каеджи Троник! А вот эти карбюраторы у них нормальные? Не знаю, там датчиков и мозгов на нем больше, чем на самой машине. На опять Каеджи Троник? На 190-ке, да, опять Каеджи Троник. Нет, Вадим, поехали. И мы опять ввязываемся в Каеджи Троник? Да, именно. Но у нас есть уже рецепт. Да. Соль, немного соликса и щепотку переходной пластины. Вот и я создан был для этого. Поздравляю, все Каеджи Троники уничтожены.